В соцсетях уже появилось видео, на котором косылапые разгуливают на Газпромовской заправке в сторону Ноябрьска. Также очевидцы пишут, что видели хозяина тайги в районе седьмого континента. Специалисты предупреждают, что вступать в контакт с медведями опасно, их нельзя прикармливать и подходить к ним близко. Лучше незаметно для зверя выйти из поля зрения. Отстреливать животных могут только охотники, которые получили лицензию на добычу медведя. Специалисты отдела по охране окружающей среды в случаях обнаружения диких зверей рядом с населенными пунктами сначала пытаются отогнать животное от этих мест. С помощью собак, с помощью выстрелов вверх, то есть шумом пытаться напугать и дать животному понять, что здесь ему не место. Если же животное приходит повторно и не реагирует на подобные, так скажем, способы, то здесь уже применяются методы отстрела. Но самостоятельных отстрелов среди людей не разрешается. Если горожане заметят медведя рядом с городом или на его территории, эту информацию необходимо сообщить госинспектору в области охраны окружающей среды Пуровского территориального отдела по Губкинскому по телефону 8-923-242-1878. Специалисты напоминают, что несанкционированный отстрел диких животных запрещен. Так, по информации Сельхардского следственного отдела, перед судом предстанут два жителя Шурышковского района. Они, не имея законных оснований для охоты, в нарушении устанавливаемых сроков незаконно отстрели лося. В продолжении темы накануне губернатор Дмитрий Артюхов подписал постановление об утверждении лимитов добычи в охотничьем сезоне 2019-2020 годов. Лимиты утверждены на период с 1 августа этого года до 1 августа 2020 в общедоступных охотничьих угодьях и закрепленных охотничьих угодьях региона, за исключением особо охраняемых природных зон, а также на закрепленных охотничьих угодьях на территории муниципальных районов. За сезон разрешена добыча более 300 лосей и бурых медведей, а также более 3,5 тысяч соболей и 10 выдор. Самым богатым на добычу бурых медведей стал Пуровский район. Здесь лимит 77 особей, сообщает информационное агентство Северпресс. Сосылка на сайт правительства Ямала.